Ну а вот председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев заявил, что не будет участвовать в предстоящих президентских выборах. Он, как и вся партия Аманат, поддержит кандидатуру главы государства. Также он согласился с инициативой обновления властных структур и политики страны в целом. И заявленные внеочередные выборы помогут в этом, считает Маулен Ашимбаев. Правильно, что заранее было объявлено для того, чтобы политические партии подготовились, подготовили свои списки кандидатов, подготовились, кто будет выдвигаться по одномандатным округам, готовились своих претендентов в Маслехаты. То есть заранее, вот столько времени для того, чтобы провести подготовительную работу. Наверное, новые партии появятся, которые будут участвовать в этих предстоящих парламентских и предстоящих выборах в Маслехаты. Поэтому я думаю, что очень важное решение, его нужно рассматривать в логике того, чтобы получить мандат доверия народа и для того, чтобы создать механизмы для привлечения новых людей в область. Касымжимар Токаев также раскритиковал работу действующего правительства. Нерешительность Кабинета министров привела к дефициту сахара и топлива, сказал президент. Поэтому и отношение к управленческому составу страны также изменится. Повышение ответственности каждого чиновника скажется и на качестве работы, считает сенатор Мурат Бахтиярулы. Нужно спрашивать с одного человека, с министра. Президент правильно говорит. Сейчас ответственность ложится на сотрудников министерства. Но если министр возглавляет это ведомство, то и в первую очередь он должен нести персональную ответственность за ошибку всего министерства. И тогда будет порядок. В развитых странах это уже давно в практике. Министр сразу подает в отставку или привлекается к ответственности.